Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях Александр Александрович Крымов, начальник Академии в Синроссии. Здравствуйте! Добрый день! В этом году Академия отмечает свое 85-летие. Давайте подведем промежуточный итог деятельности ВУЗа. Действительно, 1 ноября 1934 года в центре Рязани было создано учебное заведение по подготовке специалистов для правоохранительных органов. И в текущем году мы готовимся отметить 85 лет со дня образования учебного заведения, со дня начала учебного процесса в наших стенах. Какой итог? Главный итог, наверное, это то, что почти 30 тысяч специалистов достойно несли, несут и, мы надеемся, будут нести службу на просторах России, во всех уголках нашей страны и за ее пределами. Многие выпускники достигли значительных высот в своей служебной карьере, продвижении по служебной лестнице, занимали и занимают руководящие посты в правоохранительных органах, уголовно-исполнительной системе, органах государственной власти и управления. Итог – это сегодня хорошая возможность готовить высококвалифицированных специалистов. Это мощный профессорско-преподавательский состав, более 330 докторов и кандидатов наук, множество факультетов, специальностей, соответствующие лицензии и разрешения на все виды деятельности. Ну, а нам думается, что итог – это то, когда работодатель говорит, что у них работает высококвалифицированный специалист, а жители Рязани, Рязанской области в идеале мы делаем все то, чтобы они гордились тем, что такое учебное заведение есть в городе, находится в центре старинного русского города. Какие мероприятия запланированы? Запланировано много мероприятий. На самом деле, они проходят в течение всего 2019 года. Это мероприятия, посвященные и 140-летию уголовно-исполнительной системы, которая отмечалась в марте 2019 года. И, конечно, мероприятия непосредственно в юбилейные дни. Мероприятий много. Это конкурсы, это научно-практические конференции, семинары. Ну, а непосредственно в ноябре это комплекс мероприятий, в первую очередь, Международный пенитенциарный форум, четвертый по счету, который проходит в Рязани раз в два года. Это комплекс мероприятий подведения итогов фактически юбилейного года. Сюрпризы, они поэтому и называются сюрпризами, что сейчас, наверное, все озвучивать нельзя. Идет подготовка к приему большого количества выпускников, гостей, зарубежных специалистов. Но уже можно сказать, что в течение трех дней в рамках форума будет проведено порядка 70 научно-практических мероприятий. Будет проведена специальная конференция «Моя Академия Вехи Истории». Представлена летопись учебного заведения, исторический формуляр. Мы собираемся в рамках этих мероприятий открыть рядом с нашим музеем. Сейчас идет его изготовление памятник Бюст Вроскому, Галкину Вроскому, первому нашему министру после основания императором Александром II тюремного ведомства, который известен в России многими-многими социальными программами, которые были реализованы в 70-е, 60-е, 70-е, 80-е годы XIX века. Это, мы надеемся, большое количество наград достойным работникам, сотрудникам, ветеранам, выпускникам, встрече выпускников. Конечно, все это обязательно будет проходить активным участием курсантов, студентов и всех без исключения наших гостей. Вы обмолвились про 4-й международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление». Вот расскажите немного о нем, что это такое. В 2013 году родилась идея проведения на базе учебного заведения пенитенциарного форума. Мы проанализировали историю в XVIII, XIX, XX веке. Пришли к выводу, что это были фактически совещания руководителей пенитенциарных служб различных стран. В маленьком или в большом составе мы предложили провести такие встречи, на которых бы собирались не только министры и руководители, а ученые-пенитенциаристы с России и с различных стран мира, общественность, общественно-наблюдательные комиссии, руководители территориальных органов и рядовые работники и обсуждали активно, активно делились опытом различных регионов России и зарубежных стран в тех или иных направлениях деятельности уголовно-исполнительной системы. Пенитенциарный форум по решению руководства в СИН России проводится один раз в два года. Уже на первом форуме основным результатом было создание Совета главпенитенциарных служб стран СНГ, который сегодня работает по соответствующему указу президента Российской Федерации. Это обсуждение актуальных проблем деятельности уголовно-исполнительных систем соответствующих государств. Результатами предыдущих форумов были активное обсуждение, активное решение наиболее острых проблем деятельности уголовно-исполнительной системы, как мы понимаем, на гуманизацию условий, направленных на гуманизацию условий отбывания наказания, направленных на ресоциализацию осужденных, подготовку их к освобождению после отбывания наказания в местах лишения свободы. Это работа по всем направлениям. Юридическое, психологическое, экономическое направление. Результатами форумов стало принятие ряда законодательных актов по данным направлениям деятельности. Четвертый международный пенитенциарный форум расширяет свои границы. На сегодняшний день приглашения директорам Федеральной службы исполнения наказаний направлены более чем в 35 государств. Мы ждем отклики, уже поступают заявки, уже фактически готовы сборники выступлений участников форума. И к нам в гости приедут достаточно высокие руководители зарубежных пенитенциарных служб, высокие руководители органов государственной власти и управления Россией. Конечно, практики, конечно, ученые, конечно, общественность и, конечно, активное участие во всем этом принимают сами курсанты. Более 65, а если брать более маленькие мероприятия, огромное количество мероприятий на форуме, научно-практические конференции, круглые столы, семинары, презентации, открытые лекции известных людей, заключение договоров о сотрудничестве, выставка производства Федеральной службы исполнения наказаний, международная конференция по самбо. Вот вы сказали, что Международный пенитенциарный форум стал одной из таких, ну, грубо говоря, визитных карточек Академии. Какие еще мероприятия стали такими значимыми? На мой взгляд, визитной карточкой любого высшего учебного заведения является выпускник. Его качественная работа, его патриотизм, если это офицер, то защита интересов граждан, прав и свобод граждан, выполнение слов присяги, защита Родины, вот, наверное, это и есть визитная карточка любого высшего учебного заведения, нашего в частности. Визитными карточками ВУЗа является его повседневное мероприятие. Каждый день проведение лекции на таком уровне, чтобы курсант и студент жалел о том, что прозвенел звонок, смотрел в глаза преподавателю, профессору, доценту и мечтал вернуться снова на его занятия. Если говорить о других визитных карточках Академии, то сегодня это проведение каждой из 24 кафедр ежегодно научного мероприятия совместно с ведущим ВУЗом страны по направлению. Это Московский государственный университет, Московская государственная юридическая академия, Институт государства и права Российской академии наук, Институт психологии РАН, Санкт-Петербургский университет, ведущие экономические ВУЗы страны. Наши кафедры готовят научные мероприятия совместно с этими ВУЗами. Ну и, конечно, надо сказать о двух турнирах в визитных карточках ВУЗа, которые, право проведения которых за нами закреплено лично Михаилом Тимофеевичем Калашниковым. Это турнир Калашникова, который в сентябре пройдет в 13-й уже раз. И турнир по стрельбе из пистолета Макарова, который закреплен за академией сыном известного оружейника, уроженцем города Сасово Рязанской области Макарова Николая Федоровича. Во всех этих визитных карточках принимают без исключения все поколения, которые работают в учебном заведении, ну, можно сказать, и независимо от региона, с которого приехал тот или иной курсант-студент и других признаков. Это открытые турниры, включенные в календарный спорт Министерства спорта Рязанской области, Министерства спорта России. И победители этих турниров есть право быть представленным к званиям мастер-кандидат мастера спорта. Победители этих турниров награждаются наградами, которые учреждены самим Михаил Тимофеевичем Калашниковым и сыном Николая Федоровича Макарова. Мы уже несколько раз касались темы выпускников академии и обучающихся в академии. Давайте поговорим о наборе 2019 года. Какие направления особенно пользуются популярностью? Интересный набор. Характеристика этого набора впервые, пожалуй, за последние годы, то, что к нам на бюджет, именно в состав курсантов, девушек поступило больше, чем парней. Но я отмечу выросший уровень, средний балл единого государственного экзамена, высокий балл при сдаче вступительных испытаний в академии. И их добросовестное отношение, они сейчас находятся в загородном учебном центре к первоначальной профессиональной подготовке, так называемому курсу молодого бойца. Они хорошие и действительно уже имеют вполне серьезные результаты, конечно, с учетом того срока, который они учатся, а у них учебный год начался 1 августа. Что касается института подготовки государственных и муниципальных служащих, мы были удивлены, но на экономическое направление в этом году конкурс 8 человек на одно место. А в принципе конкурс примерно одинаковый по всем специальностям. Но экономика повыше. Конкурс и на магистерские программы, конкурс серьезный и в аспирантуру, адъюнктуру. Буквально вчера приступили к учебе 22 адъюнкта очной формы обучения. Мы в апреле вновь приказом Министерства высшего образования и науки создали диссертационный совет, поэтому полный цикл обучения от первоначальной подготовки, получения высшего образования различных уровней, дополнительного и послевузовского профессионального образования. И, наверное, такой вопрос. Какие планы на следующую пятилетку? Пятилетку? У нас в действии программа развития Академии на 17-20 годы. В стадии завершения разработка концепции развития Академии на 21-25 годы. Цель – это высокое качество подготовки специалистов, защитников Родины, что касается людей в погонах патриотов, своего дела. Это хороший отзыв работодателя о наших выпускниках. Это реализация всех мероприятий, как сказать, в ногу со временем. И, конечно, достойный вклад в развитие учебного заведения. Оно создавалось десятилетиями. Фундамент и труд ветеранов огромный и выпускников большой. Ну, а сегодня мы, повторюсь, должны сделать все, чтобы в СИН России, Рязань, Рязанская область гордились тем, что такой вуз есть в Рязани, в центре города. И выпускник должен гордо нести звание Академии, выпускника Академии в СИН России, а сотрудник и работник гордится тем, что здесь работает. Но для этого нужно работать, работать, служить России каждый день. Александр Александрович, спасибо, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и до встречи в эфире.